Ну, правда, что Басаев планировал воевать до конца и захватить Хабаровск, если удастся, Владивосток удастся и Москву захватить? Кадыров, он и на чеченском нормально не разговаривает, это в принципе не тот, но я хочу не на его примере, а вообще объяснить, что в целом эта проблема существует. В том что, почему товарищ Дыров в своих монологах на чеченском употребляет много русских слов, нет аналогичных на чеченском? Нет, в основном из-за того, что не знает, плохо владеет чеченским языком, но в некоторых ситуациях, да, действительно не бывает как бы слова, такая проблема тоже имеется, и нам приходится какие-то слова реально употреблять, либо их надо брать, ну, это в основном даже не русские слова, это скорее такие латинские слова, а международные такие слова, которые мы используем, но иногда бывает еще такой момент, когда реально нет какой-то замены, и ты используешь. Но в основном это связано, это не только Кадырова проблема, это и у меня, и у многих-многих чеченцев есть эта проблема, плохое знание родного языка. К сожалению, оккупация, она всегда пьет по вот этим, по родному языку, по каким-то обычаям, традициям, это всегда, в первую очередь ударка ходится по ним, и сейчас вообще не ведется на уровне государственной программы, какой-то работы по сохранению языка. Наоборот, всячески уничтожается родной язык, и, разумеется, люди его теряют. Кадыров, да, Кадыров, он и на чеченском нормально не разговаривает, это в принципе не тот, но я хочу не на его примере, а вообще объяснить, что в целом эта проблема существует. Язык, чеченский язык сегодня один, ну в числе вымирающих языков, потому что для того, чтобы язык сохранялся, нужно государство, и нужна вот эта вот поддержка этого языка, нужен документы оборот на своем родном языке. А когда у тебя в школе тебя учат на русском языке, весь документ оборот у тебя на русском языке, вузы у тебя на русском языке, а родной язык это просто как дополнительный предмет, как вот английский язык ты изучаешь в школе, вот так у тебя родной язык в школе, конечно он страдает, конечно люди лучше знают русский язык, чем чеченский. И вот у меня тоже есть эта проблема, я, к сожалению, я русский язык знаю лучше, чем свой родной язык. Тумсо, а в СССР в джинских школах обучение было на русском, в Узбекистане были школы на узбекском сельской местности, в основном в моем городе из 26 школ, только две. Ну я не знаю, как было в раннем Сапке, но в позднем, да, все было на русском языке. Тумсо, добрый вечер, как ты относишься к русскому народу? Спасибо. Я к людям отношусь нормально, вне зависимости от того, как угому народу они принадлежат. Нормальным людям отношусь нормально, к нехорошим людям отношусь нехорошо. Какие-то такие националистические предпочтения фашистские не имею. Но к государству есть претензии, и к сожалению, костяком этого государства России, к сожалению, в основном, конечно, являются русские люди. Но не только они, остальные тоже не уходят от этой ответственности. Все те, кто составляют этот вот суп под названием российская власть, российские элиты, российская армия, российские силовые структуры и так далее, все они должны нести ответственность. Но не их народы, а непосредственно сами люди. Джанго. Окей, принял. Кадыровские совещания очень похожи на кастинг слабоумных актеров на ремейк фильма «Тупой еще тупее». Эти последние полгода прошлись по ним катком. Выглядят они и не очень безентабельно. Да, их совещания, это, конечно, вообще отдельная тема. Я, кстати, давно не смотрел. Ну, все надоедает. И вот эта тема тоже надоедает. И в совещании там всегда есть что комментировать. Но просто уже надоедает. И вот сейчас я это его совещание с его силовиками пересмотрел и понял, что процесс деградации идет дальше. Каждый, каждый, кто начинал свою речь, он начинал ее с восхваления. Кадырова старшего, младшего, матери. Уф, ой. Это даже для меня тяжело это смотреть. Я представляю, как им трудно это все изо дня в день повторять. Их души приобрел Иблис, вкусив безбожие отраву. За трон, за деньги и за славу они продались. Они уже купили ад за нефть, за должность и за джипы. Неужто был всего лишь липой и твой воинственный джихад? Это цитата из песни Тимура Муцраева. Потом зато смеешься, когда говорят, что Россия воюет по факту с НАТО. Но ведь, по сути, так и есть оружие и техника НАТО, инструктора. И самое главное, разведка информации, единственная солдат, только нету. Так вот это единственное и есть тот фактор, что они воюют не с НАТО. Как раз, если бы там ничего из того, что ты говоришь, не было, а были солдаты НАТО, вот тогда бы они воевали с НАТО. А так они воюют пока, во всяком случае, не с НАТО. А то, что не только даже НАТО, НАТО и не только НАТО помогает Украине, так это же от того, что Россия напала на Украину. Но если бы наоборот было, если бы Украина напала на Россию, и при этом ей бы помогали бы НАТО и другие страны, тогда можно было бы говорить, что это вот НАТО использует Украину. Но на самом-то деле Россия напала на Украину. А Украине по необходимости, по мере поступления проблемы, ей стали помогать. Уйдите с Украины, выведите свои войска, и нет никакого НАТО, никакой проблемы с НАТО не существует у вас. Тебя не забавляет, как Россия свои неудачи оправдывает жестом доброй воли. Может, они и Москву отдадут Украине жест доброй воли, мол, пожалеют украинцев. Но если такой прецедент как бы будет близок, тогда, да, придется... Я думаю, в свое время, когда кто там сжигал Москву, французы, да, сжигали, я думаю, это тоже был жест доброй воли им дали сжечь. Они, видимо, хотели просто пламя небольшого им, но жест доброй воли сожгите, пожалуйста. Тунзо, как ты считаешь, как должна развиваться будущая республика Ичкерия по европейскому демократическому пути или по азиатскому авторитарному? Ну, если из двух альтернатив, я вообще считаю, что мы не должны брать везде все то хорошее и соответствующее нам и использовать это. Но вот если ты из двух путей говоришь, что наша модель, она, конечно, более близка к европейской, потому что избирательность власти, это вообще обязательное условие, без которого менять шило на мыло я вообще смысла не вижу. Поэтому, конечно, избирательность власти, абсолютная независимость ветвей власти, особенно судебной, это должно быть обеспечено. Это система, без которой невозможно нормальное существование государства. Поэтому, конечно, если в таком смысле нам гораздо ближе, это европейская модель. Ну, за правду, что Басая планировал воевать до конца и захватить Хабаровск, если удастся, Владивосток удастся и Москву захватить. Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Да, если бы Кадыров не свалил тогда, не перешел на сторону России, они же вместе сидели, когда Басаев это говорил, что-то Кадырова не хватило до Хабаровска. Субтитры создавал DimaTorzok